Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко, и в сегодняшнем видео я хочу сыграть в турнире на ЛИЧЕС шахматы Фишера, причем турниры на ЛИЧЕС проходят в довольно необычном формате, а именно в формате арена, то есть это значит, что вы можете сыграть свою партию, и как только ваша партия закончилась, вы выходите, соответственно, в главное меню турнира, и начинается сразу же новая партия, если есть, конечно же, свободный соперник. А плюс ко всему, также в турнире арена есть такая возможность, как играть в Берсерк, то есть с половинным временем, но однако данную возможность лучше, конечно же, применять только тогда, когда, соответственно, против вас слабый соперник. Ну, сегодня, поскольку я играю под запись, то, соответственно, Берсерк я думаю, что не буду применять в принципе, и, соответственно, постараюсь за час сыграть как можно больше партий, ну, либо же, если буду действительно сильно уставать, возможно, сделаю небольшую паузу, и, соответственно, в общем-то, видео тоже приостановится. Здесь, правда, что мне, конечно, не очень нравится, что у меня сейчас не вовремя подвис интернет, то есть ход-то я сделал, но он не отобразился. А вот наконец-то отобразился, да, видимо, что-то подвисает, либо сайт, либо подвисает. У меня интернет, хотя вроде интернет до этого работал неплохо, но надеюсь, что интернет не подведет, потому что если интернет будет зависать, то придется, видимо, выходить из турнира, и, соответственно, данный ролик не выйдет в свет в принципе. Не знаю, зачем я это говорю, потому что если этот ролик не выйдет в свет, тогда вы это и не услышите тоже. Ну, что хочу сказать, я шахматы Фишера очень люблю, я это уже говорил много раз, и хоть и редко в них играю, но все-таки, если попадаются сильные соперники, то стараюсь все-таки поиграть с ними. Вот, а здесь, в принципе, такой турнир, что сильные соперники вполне могут попасться. Единственное, что, конечно, с таким интернетом, либо с таким сайтом, возможно, с LCHS сейчас проблема, а не с моим интернетом, поиграть особо не получится. Не знаю, пробую обновить страницу, возможно, это поможет, но как бы не уверен. Так что-то действительно подвисает LCHS, это мне очень не нравится. Ну, вроде бы, заработал, вроде бы все заработало, потерял, конечно, ньютон на всех этих осложнениях, и снова переподключение. Ну, вот такое, кстати, я замечал в LCHS, это действительно может быть именно проблема этого сайта, то есть, возможно, именно сейчас сам сайт подвисает, потому что, возможно, много участников, и проблема у них там с серверами. Так, но тем временем он создал первую угрозу за партию, напал на пешку, на Kf6 он сыграет e5, на Kd5 c4, где c4, там будет Kc4, значит, по идее, Kf6 есть такой ход. Просто не хотелось мне играть f6, f6 ослабление определенное, вот, хотя вот после хода e5 f6 уже, в принципе, имеет смысл. Сейчас он, видимо, сыграет, хотя не буду говорить, как он сыграет, не знаю, я бы сыграл как-то типа Kb3, но так он допускает, допускает такой вот ход. Не уверен, что он очень сильный, но, по крайней мере, ход возможный. Ход вполне возможный, то есть, просто он потерял качество, ну, соответственно, это хорошо. Хорошо для меня, конечно же. Очень быстро играет соперник, а у меня интернет работает опять очень медленно, сложно такое комментировать, еще раз скажу, но, опять же таки, связь немножко сегодня подводит. Хотя это странно, опять же таки, потому что до этого было все отлично, до этого я пользовался интернетом, проблем никаких не было. Вот, а тут он неожиданно решил подвисать, и довольно не вовремя. Так, ну, время у меня, в принципе, есть, у меня осталось 3 минуты примерно, то есть, можно подумать немного. Конь d7, если, конечно, ход саде и защитить пешку, можно сыграть как-то поактивней, правда, я пока не придумал, как конкретно. Можно сыграть конь d7, потом, допустим, конь c5. В некоторых случаях это будет неплохо. Даже пусть он сыграет конь e5, я пойду где-то при случае конь d3, или, может быть, даже ладья f5. Ладья f5 даже, наверное, сыграю. Вот, на уход конь, конь d3, на f4. На f4, не знаю, как сыграю. Так, уход уйду королем из-под связки. Выстрягает соперник, но здесь же у нас все-таки не 3 минуты, а 5 минут. И хотя интернет у меня подвисал, но все-таки, все-таки время еще есть, времени не так мало. Пока сыграю ферзь d6, с идеей где-то ферзь d2. В принципе, был ход еще ладья d2 у меня, конечно, тоже. Но ладья d2 я не сыграл уже. Ну, тут, видимо, нужно уйти из-под боя. Позиция уже более-менее превратилась в обычную такую, то есть, по сути, сейчас даже не скажешь, что были шахматы фишера, позиция похожа на нормальные, но такое обычно бывает, что после шахмат фишера, когда сделано ходов там 15, может даже и меньше, часто позиция превращается в более-менее стандартную, просто непонятно из какого дебюта она могла получиться, но это не так, наверное, и важно. Здесь мне, конечно, в такой ситуации выгодно поменяться, это не так просто сделать, но, в принципе, такая идея есть. Также, конечно, есть идея сыграть ферзь d2, например, и где-то потом, возможно, что-нибудь еще придумать, но пока это не важно, пока это не важно, потому что под боем конь на конь d3, видимо, ладья d1 неприятный будет ход. То есть, похоже, что конь e6 я почти обязан играть, хотя есть еще ход конь d7 на самом деле, довольно интересный, но сыграю конь e6, не буду так сильно закупоривать свои фигуры. Да, и на c5 теперь уже точно сыграю ферзь d2, как я хотел раньше. Ферзь d4, кстати, тоже заслуживало внимание, но ферзь d2 я думаю, что ход не сильно хуже. Ладья d1 будет ферзь e3, то есть, ладья d1 у него хода сейчас нет. Хочу сыграть, но, опять же, уже не важно, что хочу сыграть, потому что под боем ферзь. Под боем ферзь. Ну, видимо, сыграю ферзь d7, на конь e5 сыграю ферзь d4 уже. Да, на такой ход, такой ход, видимо, у меня есть уже ход конь d4. На ладья d1 будет конь f3. Сейчас угрожает где-то еще ход ферзь g4. То есть, опять же, мне разомена выгод здесь. Надо ускоряться потихоньку, потому что у меня полторы минуты всего лишь осталось. Так, 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 напал на ферзя. Ушел пока. Отлично, я ушел ферзем. Просто идеально. Да, тут я, конечно, проигрываю. В этой партии, причем на кроли h8 еще конь d6 мат будет. Ладно, так тогда сыграю. Сейчас конь d7, видимо, последует. А хотя стоп, что я говорю. Тут связки-то, связка, вернее, это есть, но... Конь-то мешал. В общем, я уже тут сам чуть-чуть запутался. Надо приходить в себя, потому что с такой игрой, с зевками и ферзей в один ход я, конечно, в турнире займу примерно последнее место. То есть, играю и медленно, и слабо. Пока что. Конечно, сдаваться пока не буду, но понятно, что с лишним ферзем у него здесь большой перевес. Ну, сейчас хочу как-то попытаться может контр-рагу наладить. Это не совсем понятно, как это сделать. Вот сыграю конь d4, нападу на e2. Он, видимо, пойдет в ферзь e3. Придется отступать конем. Нет, он шаг поставил. Кстати, на уход короля еще конь теряется. Придется, видимо, как-то типа основной e6 играть. Вот он такой бенчминт приходит с лишней. Фигурой. Ну, оценка позиций здесь не вызывает больших вопросов. Я думаю, это очевидно. Просто уже доиграю до конца здесь. Тем более, у меня времени осталось на минуту меньше. Всего осталось 39 секунд. И уже сдаваться нет смысла. Поиграю до конца. И вот сейчас, как только партия закончится, выйду из турнира, тогда уже не буду делать паузу. И, видимо, начнется сразу же следующий тур. Но посмотрим. Тут уже от соперников тоже зависит. Если не будут, тогда тур начнется. Ну, а тут как бы особо нечего комментировать. В принципе, все понятно и так. Соперник, кстати, не смотрел, какой у него рейтинг и уровень. Можно посмотреть пока. Сейчас у меня время пока закончится. Ну, у него рейтинг близко, это 2. 350 практически. Вот, в принципе, соперник примерно получается моего уровня. Вот, не знаю, может быть, если бы не потерял столько времени в дебюте, играл бы, может быть, точнее. Но, опять же таки, это уже дело такое. Это уже не так важно. Хорошо, значит, эту партию я проиграл. Значит, буду отыгрывать в следующей партии. Сейчас вернусь сразу в турнир. Иду на предпоследнем месте. Ну, хотя здесь это не так важно, потому что сыгран только один тур. Сейчас, если соперник какой-то будет свободен, по идее, мне сразу дадут соперника. То есть, в этом, как раз таки, отличие турнира по системе именно арена, что как только выходите из турнира, ну, выходите, вернее, получается, в главное меню турнира из партии, сразу же вам дается соперник, если он, конечно же, есть. Если соперника свободного нет, тогда придется ждать, пока соперник появится. Вот. Ну, и также, действительно, подумаю, может быть, все-таки сыграю Берсерк, то есть, с половинным временем, потому что 10,5 минуты, в принципе, более-менее нормальны. Если соперник будет, действительно, намного слабее, посмотрю его рейтинг. 1700 в Блиц, примерно. Ну, попробую все-таки Берсерк, тогда буду и быстрее комментировать, тоже стараться. То есть, Берсерк половинное время, но при победе дается там больше очков. Насколько я помню, при Берсерке дается 3 очка при победе, а если обычно играть контроль, тогда дается, соответственно, 2 очка. То есть, не так уж и много, но, тем не менее, все-таки на 1 очко больше получить приятно. Ну, нужно, конечно, его еще получить. Также еще, кстати, вот в арене, какая особенность, это то, что, если вы выигрываете партии подряд, то там очки увеличиваются. То есть, допустим, вы получаете за победу не, соответственно, 2 очка, а, допустим, 4, насколько я помню. Могу, конечно, ошибаться, но сейчас мы это все узнаем, если я буду, конечно, выигрывать. Вот, это тоже немаловажно. Соперник, кстати, играет очень быстро. Так странно, у него низкий рейтинг, но он играет с моей же скоростью, хотя, ну, мне понятно, что нужно играть быстро. Он-то не обязан так быстро играть, учитывая, что Берсерк играет я, а не он. По позиции, что могу сказать? Ну, здесь примерно равная пока позиция. Ушел уже в рокировку. Если он идет в длинную сторону, там где-то есть идея, слон, c6 и ферзь, c7 сейчас. Также сыграю, наверное, сейчас d4, вернее, e3 с идеей d4 как раз. Хочу поймать слона. Если он забирает на c3, у меня будет преимущество двух слонов, но так и получилось. И e4 сыграю, с идеей побить на f5, вскрыть позицию, если он бьет на e4, то ферзь f8. Но сейчас понятно, что он не уйдет уже в короткую сторону. В короткую сторону просто там под мат. Ну и, кстати, сейчас пока такая рокировка невозможна. Он может уйти сразу в длинную, но тогда я съем, наверное, на f5. Правда, там возможен ход ладья f5, и не все так просто еще. То есть длинная рокировка, и я и в ладья f5, и я не успеваю сыграть слон, c6. Хотя вариант возможный. Можно пока не торопить события, а сыграть в е3. В принципе, в такой ситуации, когда намного меньше времени, желательно все-таки его экономить. Поэтому сыграю так. Вот он сам забирает. Так, могу ли я бить слоном? Забрал он, сыграл e4, d5 вернее. Так. Наверное, пока здесь заберу, чтобы после слона e4 и d5 я мог уйти слоном, подвисал слон на поле e6. То есть сейчас d5, слон куда-нибудь уходит, и у него подвисает слон на e6. А сейчас хочу сыграть слон c6, и сесть на a7 все-таки. Уже примерно минуту я потерял. Ну, или, может быть, правильно сказать, потратил. Но так слон e6. Солнце 6, вернее, ферзи 6 будет. Еще такая была идея. То есть пешку на 7 защитил, но слон... Слон теряется. Теперь осталось выиграть за полторы минуты. Попробую это сделать. Конечно, когда буду играть в Берсерк, если все-таки буду играть в дальнейшем, тут понятно, что я особо не буду как-то комментировать. То есть буду стараться просто играть как можно быстрее, потому что времени слишком уж мало. Полторы. Вернее, 10,5 минуты всего лишь на партию. Поэтому тут просто многие ходы будут чисто, так сказать, из общих соображений. Типа как сейчас ладья Ц1, то есть на меня напали, я ушел. Что не было такого, что в прошлой партии тоже потерял ферзя на ровном месте. И без того, чтобы выигрывать с лишним качеством, начал проигрывать. Да, ну что ж, здесь все-таки удалось выиграть. Вот, мне действительно дали 3 очка за победу. И давайте вернусь в турнир. Если соперник будет более-менее сильный, тогда все-таки Берсерк играть не буду. Тогда и комментарий будет лучше, более смысленным. И самое главное, что сама игра будет тоже более смысленной. То есть, если будет более сильный соперник, скорее всего, Берсерк уже брать не буду. То есть, в принципе, Берсерк нужен тогда, когда вам действительно нужны очки. Если вы хотите, допустим, много очков набрать, если сильно отстаете. Но если у вас много очков вот так в турнире, то, по сути, Берсерк даже и не нужен. А также, кстати, что мне нравится наличие, то, что, например, пока вы ждете соперника, вот здесь показывается одна из партий, и вы ее тоже можете посмотреть. Это партия ваших тоже потенциальных соперников из этого турнира. То есть, здесь тоже в таком-то плане интересно. То есть, пока вы ждете соперника, вы не просто сидите и, так сказать, в полнейшей тишине и в полнейшем ожидании, вы можете посмотреть партию ваших конкурентов. Здесь, что хочу тоже еще сказать, в турнире по шахматам Фишера иногда записываются даже мастера. Вот я играл уже пару таких турниров. Там один человек играет, который входит вообще в десятку даже лучших, если чуть ли не в пятерку даже лучших по шахматам Фишера на этом сайте. То есть, очень сильный человек, если бы два раза играл и оба раза проиграл. Но также есть просто много сильных КМСов, по крайней мере, судя по рейтингу, не КМСы. Так что соперники почти всегда достойные. Ну и, естественно, что нужно с ними играть как бы на максимум. Ну здесь, не знаю, соперник мало очень партий сыграл, поэтому давайте Берстерк не буду играть, сыграю просто обычный контроль. То есть, по пять минут будет и больше времени покомментировать, и больше времени подумать. Ну и самое главное, что здесь, опять же таки, в турнире арена очень важно выигрывать партии подряд. То есть, после проигрыша в принципе имеет смысл взять Берстерк, чтобы взять три очка вместо двух. Но если, допустим, вот сейчас я беру Берстерк и выигрываю, тогда все отлично, да, но я могу, допустим, проиграть, и у меня прервется выигрышная серия, соответственно, я получу просто ноль очков. Поэтому выгоднее, конечно же, выиграть и набрать там два очка, например, и продолжить выигрышную серию, что в будущем эти очки удваивались. Но опять же, вот если действительно мне удастся выиграть подряд несколько партий, тогда это все будет видно наглядно. То есть, я сам это вначале не очень понимал, когда играл в такие турниры, потому что такие турниры очень непривычные. Обычно мы привыкли играть, допустим, там 9 туров, да, и всегда число туров фиксированное, и, соответственно, как бы нет такого, что ты сам решаешь, сколько туров сыграешь. То есть, сыграешь там 5 туров, там 7 туров, 9 туров, возможно, даже 2 тура, если не сильно хочешь напрягаться. Вот, а здесь же такая ситуация, что действительно выбор есть, можно выбирать. То есть, если сильно устал, то можно после партии не выходить из нее, оставаться в меню партии, не выходить в меню турнира, и, соответственно, просто подождать. Ну, я пока, в принципе, как бы устал так. Средне, можно сказать, то есть еще силы есть, хотя сейчас уже 12 часов ночи, но силы еще есть, это самое главное, поэтому пока что тоже поиграю. Ну что, здесь, думаю, разумно будет уйти в длинную рокировку. В принципе, наверное, самая правильная стратегия в шахматах фишер, вот сколько я в них играю, я это заметил, это стремиться к более-менее понятным позициям, по крайней мере, для вас, если вы, допустим, получаете позицию, в которой знаете, что делать, особенно в блице, это очень важно. Это важно, в принципе, и в обычный блиц, но в фишера тем более, потому что изначально расстановка, конечно же, достаточно необычная во всех этих вариантах. Вот, а так, вы стремитесь к какой-то более-менее понятной игре, поэтому вот я обычно стараюсь выводить легкие фигуры тоже, делать рокировку, стараюсь тоже побыстрее, ну и, соответственно, дальше уже просто предстоит выбирать план на игру. Ну, тут опять же, думаю, что планов может быть несколько. Пока вот сыграл фержи 7, уже где-то подкрашивает ход конь d4 с выигрышем пешки, но пока он напал на ладью, наверное, нужно уйти просто. Ладья е8, вот, и все равно угрожает, кстати, взятие, да, вот теперь уже не угрожает взятие какой-нибудь d4, здесь заберу, заберу, конечно же, dc, чтобы сильно не открывать своего короля. Король в будущем пойдет на d8, я думаю, на b8, вернее. На b8, чтобы не было шахов. Ну и вообще, король b8 это более правильное расположение короля. Вот он сыграл, кстати, король b2. В ходе король b2 я не уверен за белых, что он такой сильный, но проигрывать его как-то не так просто. То есть, допустим, идея ладья е2 сейчас не работает, потому что просто он заберет конем. Можно сыграть конь d5, например. Наверное, конь d5 попробую сыграть. Король b8, в принципе, пока не обязательно ходить. А так, конь d5 с идеей где-то либо конь c3, либо конь b4, но вот сейчас он меняется, уже таких идей нет. Можно, кстати, даже забрать слоном, потом слона поставить на е4 с темпом. Потому что всякие пешка закрывает слона. Наверное, все-таки оставлю все сдвоенные пешки. Не так это страшно в этой позиции. Скорее всего. но может и страшно. Посмотрим. Жизнь покажет. c3. Да, c3. Думаю, что ход неплохой. Можно сыграть, например, ладья е6 с идеей ладья вторая на е8. А на c4 опять же, это кислон е4. Слон е4 сразу, наверное, ферзь за 2 просто. Особо ничего не дает по ощущениям. Есть еще идея h6 сыграть, прогнать его слона. Наверное, так и сыграю. Посмотрю, куда слон уйдет. В принципе, надо тоже постепенно немножко ускориться, потому что уже тоже потратил половину времени примерно. Да, вот он ушел. И, правда, сыграть g5 сразу же, g5 сразу не пойдет. Сыграю слон е4, потом g5. Прогню еще его слона и на слон е5 сыграю ладья е5. Думаю, что могу себе такое позволить. Здесь будут очень сильные у меня слоны. В принципе, компенсация за качество будет хорошая. Если же он пойдет слоном куда-нибудь назад, допустим, на е3, тоже это, наверное, вполне возможно. Правда, здесь, что сейчас я смотрю, если g5, слон е5, ладья е5, fe, ферзи e5, ферзи g8. Неприятно. Хорошо, тогда сыграю слон д5 и на ферзь д3 уйду пока король б8, дальше буду думать. Но король б8 с идеей, чтобы после g5 не было ферзи в 5 шах. Ну а такой ход тем более король б8. Кстати, почему не сыграл ладья е2? Да, тем более король б8 это было отлично сыграно. Ну ладно, со второй попытки так сыграю уже. Хоть сейчас же уже можно так сыграть. Добавательно такое затмение, как можно не съесть фигуру в один ход чуть-чуть с шахом. Не совсем понятно. Но, наверное, можно. По крайней мере, у меня получилось. Ну хорошо, сыграю все равно g5. На слон c7 там просто ферзь и 7. На слон e5 наверное буду жертвовать качество. Все-таки здесь это уж тем более оправдано, потому что у меня даже лишний материал останется. У него плохой король. На слон e3 f4, видимо, как-то так. Ну, буду думать. На слон e3 может там ладья е8 сыграю. В принципе, я не обязан, конечно, жертвовать качество в такой ситуации. Можно просто после слона e5 уйти ферзем, поменять слонов и тоже думаю, что будет выиграно. Но тут разные есть варианты. Слон d2 если он сыграл, наверное, просто 2 и 8. Пока пойду. Так. Король c2. Наверное, поставлю шаг, чтобы король тут оставался или под связкой, или как-то на первый ряд его оттеснить. Ну, в принципе, король d1 либо король c1 наверное должен сыграть. Тогда пойду наверное слон d3. Не пущу его на c2. Понятно, здесь лишняя фигура, конечно, проблем особых мить не должно, хотя всякое возможно. Первый партий с лишним качеством проиграл, потому что просто отдал ферзя за чем-то. Понятно, что не зевают все, но тем не менее все-таки это так себе оправдание. Нужно стараться не зевать. ладья e1 он сыграл. Ну, можно здесь сыграть наверное ферзь e7 и идея что я хочу сыграть ладья e1 на слон e1 ферзь e2 король c1 и ферзь e2 мат. да, видимо, так все и будет. Наверное, ему нужно было сыграть как-нибудь типа ладья e2 и потом король c1, но опять же это уже такое дело. Не так важно. ну что ж, эту партию тоже смог выиграть и давайте вернусь обратно в турнир. вот, то есть насколько я помню, если вот такая штука появилась, то есть типа как огонь горячий появился напротив вашего ника, тогда получается, что вы уже как бы вошли в серию и получается следующая победа, если она будет, конечно, принесет мне 2 очка, а 4. Наверное, так. А если я играю берсерк, то там по-моему 5 очков тогда победа приносит. хотя могу тоже ошибаться, здесь нужно проверить, вот видите, допустим, вот человек выиграл 3 партии подряд и за последнюю победу мы дали 4 очка. Ну что ж, играю против Бобби 960, я с ним, видите, уже играл здесь уже целых 4 партии, причем все 4 я пока выиграл, но опять же это ни о чем не говорит. Берсерк, как раз с ним явно не буду, потому что соперник довольно сильный. Ну опять же, здесь результат непоказательный, потому что ну как бы не всегда результат отображает реальную картину, и плюс ко всему опять же таки я комментирую и при комментариях, как я уже говорил много раз, качество игры ухудшается. То есть вы сами видели, что я там взеваю ферзей, зачем-то начинаю не забирать фигуры, которые мне отдают, поэтому поэтому как-то так. Ну у соперника рейтинг, кстати, примерно 2-100 в Блиц, то есть в принципе это уровень КМСа или сильного первого разряда, то есть соперник если и слабее меня, то ненамного опять же таки, поэтому здесь счет не показатель. Хотя в принципе мне нравится тоже особенность такая ЛЧС, что он пишет соотношение ваше, когда вы играете, действительно это довольно интересная такая статистика. В принципе хорошо, что она есть на этом сайте. Так, а тем временем он сыграл он сыграл Ф5. Куда уходить конем, это большой вопрос. Наверное, уйду пока попроще сюда. Если он сыграет Е4, тогда конь Е5. Конечно, закрыло немножко своего ферзя, потом его сложно будет вытаскивать, потому что хотелось сыграть С4 или С3. Уже так и не сыграл и видимо придется играть как-то типа не знаю, может быть Б4 ферзь Б2 или Б4 ферзь Б3 там нужно будет думать. В принципе еще так же у меня есть, конечно, где и где-то ЛДЕ1 пойти. Есть даже ЛДЕ1 кстати, сразу ход на Е4. Вот, можно сыграть конь Е5. Наверное, конь Е5 тоже не сильно плохо. Если слон С7, наверное, есть ход слон Ф4. Он конь Ф6 просто играет. Тоже в принципе логично. напрашивается ход Ф3, конечно, потому что у него рокировки пока нет. Позицию скрывать я думаю, что нужно. По крайней мере пытаться скрывать позицию. Другое дело, что он может не собирать и сыграть например конь на Е6 после ФЕ вплоть до рокировки. Ну и опять же без ферзя здесь атака пока особо не пройдет. Он сыграл перед Д6, напал кстати на Д4. Это важно не зевнуть. Кстати угроза это неприятное. Можно кстати сыграть как с Лонг Е3 на Ф4 просто основной Ф4 Ферз Д4 уже фигура не теряется. Вариант конечно рискованный но вроде бы работает. Нужно проверять по крайней мере проверю. В принципе перевес разведит он не остается. Все таки я играю белыми во-первых во-вторых уже ушел в рокировку. Но конкретные проблемы могут быть здесь. С другой стороны если Ф4 не работает тогда в принципе ничего страшного особо здесь нет. Хотя Ф4 возможно работает. То есть Ф4 Слон Ф4 Ф4 Д4 Кроль Х1 Конь Х5 какая-то такая есть идея но там нужно считать вариант дальше. Где-то при случае могу даже фигуру пожертвовать хотя опять же это тоже не очевидно. Пусть он тоже подумает время у него тоже есть. Если он не сыграет Ф4 тогда после ФЕ я думаю что у меня будет перевес. еще бы конечно хотелось сыграть с тем соперником которым я играл в первом туре и все таки выиграть у него потому что он сейчас идет на первом месте так я его остановить смогу и плюс ко всему сам тоже поднимусь ну и вообще сыграю с сильным соперником. В принципе кстати тоже еще скажу такой отреченый момент хорошо что этот турнир все таки проходит по 5 минут потому что действительно 3 минуты это ну маловато объективно говоря вот особенно при игре соответственно по записи то есть когда я имею это записываю видео в этом плане по записи маловато все таки времени поэтому действительно лучше чтобы было времени побольше потому что всегда можно сыграть без серки если времени много а вот если времени мало то добавить его уже никак не получится но здесь он не пошел в эти все осложнения все таки он сыграл просто конь d5 но здесь я думаю что перевес у меня остался потому что после c4 позиция это откроется дальше хочу сыграть либо c5 либо даже наверное cd потом на ферзь d5 допустим слон b3 кстати почему не сыграл конь f7 тоже не знаю как-то зеваю довольно много причем зеваю но теперь уже такой ход не сделала все нужно делать вовремя уже конь f7 не работает ну хорошо сыграю все равно cd в принципе ход думаю что хороший на слон e5 есть ход еще fd4 насколько я понимаю ход хороший тоже потому что потом съем на e5 ну где-то может у меня остаться лишняя пешка может быть одна при случае даже две и самое главное что пешка развития остается большой достаточно хотя конь f7 вообще выигрывал сразу на самом деле вместо c4 захотел развить свои фигуры а конь f7 просто съедал ладью как бы тоже не так уже плохо есть еще эта позиция с интересных хостом h5 с идеей связать коня и потом угрожает уже да е у него не будет хода конь e5 то есть так видимо еще сильнее у меня уже почти все фигуры вышли в игру кроме ладьи на a1 разве что ну да и он король d8 сыграл так а теперь вот надо подумать что делать стон g6 там будет где-то ход стон h2 неприятный возможно все-таки придется бить на e5 на e5 наверное заберут то есть теперь в случае хода ферзи e5 будет стон g6 он без фигуры а в случае хода конь e5 пока не знаю что будет он так кстати сыграл так он e5 правильный ход может быть ничего и не будет сразу есть правда ход стон g5 шаг наверное так и сыграю стон g5 не может быть сильно плохо и на король c7 допустим слон f4 здесь связка очень большая то есть даже если он уйдет ферзом допустим c5 или b6 тогда после короля h1 какой-то связан уже остается и должно быть выиграно все-таки да должно быть здесь выиграно по крайней мере сдается ну что давайте тогда сделаю небольшую паузу и включусь там буквально через минутку пока минутку отдохну ну что ж снова вернулся в турнир играю против соперника который собственно говоря у меня уже выиграл в первом туре он сейчас идет без потерь все партии он выиграл до этого и снова играю черными конечно немножко неприятно что против сильного соперника опять играю черными ну что ж что же делать уже такая жеребьевка поэтому играю тем светом которым которым в общем-то должен играть по сути так он ходит d4 d4 наверное пойду пока просто слон g7 напыду на пешку заставлю сыграть c3 да c3 он и играет ну хотя конечно он мог сыграть допустим e3 так 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 что же делать дальше надо как-то заканчивать развитие пока не совсем понятно как конкретно наверное сыграю слон d5 вот таким вот образом поменяю белопольных слонов что будет дальше пока не знаю где-то бы мне своего коня привести на поле e4 наверное сыграю пока кони в 7 с идеей где-то конь d6 и e4 хотя это уже все не пройдет ну что ж ладно хорошо все это не проходит не страшно тогда 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 что делать тогда наверное буду перейти коня на поле f5 или на поле g4 что правда не так хорошо смотрится также возникает вопрос с рокировкой какую сторону уходить в рокировку и нужно ли уходить в нее в принципе вопрос довольно актуальный уходить в 3 нуля довольно долго и непонятно как уйду наверное в 2 нуля ради интереса посмотрим что будет дальше если он уйдет в длинную рокировку там где-то ход слона 2 все таки будет я съем эту пешку ну и пусть он доказывает что у него компенсация есть другое дело что сейчас он может наступать на королевском просто толкать пешки что он в принципе как раз таки и делает хорошо значит тогда нужно какие-то угрозы создавать нападу пока на коня и где-то там сыграет правда конь e5 да конь e5 с темпом это неприятно конь e5 с темпом последует хорошо тогда пойду конь f5 с идеей где-то при случае сыграть конь g3 он защитил да я полчаса объяснял что хочу сделать он за один ход все защитил неприятно немножко кстати g4 у него где-то ход угрожает хотя может особо не угрожает на самом деле сыграет ладья e8 пока на g4 конь d6 в принципе не боюсь особо хода g4 у меня здесь много фигур для короля поэтому не думаю что атака пока что сильно опасная но вот ход h5 может быть даже более неприятный с другой стороны особых угроз пока нет ну либо я их не вижу скажу так hg hg размен ферзей ничего особо страшного h6 придется видимо основной f6 сыграть а на конь d6 съел ну да сдвоенные пешки ну наверное ничего особо страшного d5 ну съем наверное все-таки конем потому что взять cd там как-то стройные пешки совсем неприятно да и он все-таки ушел 3-0 вот это уже интересно у меня есть идея сыграть b5 b4 попробую наверное такую такую идею провести если он сыграет после да правда здесь будет видимо размен ферзей все это неактуально но хорошо ладно хотя b4 все равно идея остается все равно такая идея у меня остается он хочет видимо перейти веншпель да ладья e1 играет меняться и вне ладьями в принципе подель вторжения у него особо нет если я уйду ладьей но но не знаю наверное все-таки поменяюсь и пока король f7 например пусть будет так что он будет дальше делать конь d3 видимо да возможно опять сыграю но сложная позиция видимо примерно равная и не так просто здесь разыгрывать пешки вот эти у меня слабые то есть менять все фигуры я здесь не могу все легкие фигуры но в принципе могу поменять одну пару легких фигур ну и так же мне желательно избавиться от сбойных пешек каким-то образом провести c5 возможно нужно будет думать и он задумался тоже странно задумался вроде позиция не столько сложная здесь много у белых хороших ходов там конь d3 конь f3 c2 там не знаю король d2 да вот тут король d2 и сыграл ну выбор достаточно большой по крайней мере я не знаю тут долгие раздумья не совсем понятны король e2 играет на b4 сыграет видимо c4 да а если а если я сыграю конь b6 c4 пойдет b3 да наверное b3 тогда a4 сыграю d5 у него хода пока нет же да ну хорошо поменялись поменялись так ну перевес у него видимо остается все-таки сыграю пока так что он будет делать дальше конь f3 нет конь c2 ну хорошо допустим слон f6 пока так хочет меняться могу ли я меняться здесь а давайте проверим что здесь будет ну не знаю возможно здесь уже и не выигрывать даже невозможно почти 100% позиция то у меня тут уж явно не лучше но вопрос в другом хуже ли у меня позиция то есть допустим вот пока просто как-то аккуратно стою на месте ну вот так сыграл например на коробе d4 сыграю d5 и пусть он доказывает что у него там есть какие-то шансы на победу хорошо если c5 сыграть вообще избавиться от двойных пешек ну по-моему у меня хорошая уже позиция стала правда у него есть какой-то интересный ход типа слон e3 вот этого я не видел а ну так так не особо страшно так хорошо хорошо ну что сидеть сыграть c4 да еще хотел сыграть d6 зачем d6 c4 есть ход пусть у него все пешки стоят на черных полях и пусть он здесь каким-то образом выигрывает интересно как ему образом будет выигрывать в этой позиции допустим стою на месте если ему нужно где-то провести f5 если он f5 не проведет так он не выиграет в принципе вот допустим стою на месте так сыграл допустим так сыграл так а если съел нет такой ход плохой ну хорошо ладно стою на месте у меня времени мало очень надо ускоряться то есть позиция кстати сломан d4 у меня был ход ладно уже не важно что такого хода нет где-то в будущем такой ход возможно будет предложу ему ничью не согласится конечно ну так ну ладно уже съел тогда надо ускоряться вроде бы такой ход есть у меня да хотя есть такой ход как f5 ошибся я здесь надо было просто ставить на месте ну ладно как сыграл так сыграл сейчас просто слом c1 он выигрывает да обидно такое проигрывать но я сам виноват зря пошел вперед он бы просто на время конечно играл понятное дело здесь просто сживил унифлаг поэтому как бы тут особо вопросов бы не было ладно сдался здесь уже надеюсь он доводен своей победой генеальный никому не особо не интересны и давайте сыграю еще там сколько партий успею видимо 2 наверное не больше что не знаю попробовать может быть все таки сыграть ради интереса все-таки берсерк понятно что уже первое место никак не займу ну хотя бы второе занять бы те второе видимо занял бы без берсерка то есть одно дело просто я понимаю когда допустим играют например против берсерка когда вот вы играете берсерк да то есть вы заранее то есть малости времени даете и когда 10 играть на время но все остается там реально равная позиция абсолютно равная и соответственно ну как бы полминуты времени ну не знаю в общем ладно то пешку на 5 еще взевал тоже там правда после конди 5 или на рокировки можно было бы компенсациях я скорее всего не было мужа сейчас хода конди опять нету на слон же 2 уже успеете брокировку так и 5 дней до 4 до 4 до 4 ну и тупо к просто все-таки у когда-нибудь у этого убонга я выиграю не знаю кто это такой вообще принципе так понял что недавно зарегистрировался на сайте сколько смотрел таковой инфо да он зарегистрировался всего лишь получается там пару недель назад можно увидеть их заниженный но не знаю играет конечно быстро но не очень сильно что могу сказать по крайней мере перегревать его вполне можно даже в большом счету нужно хорошо пора уже забыть прошлую партию проиграл и проиграл надо все-таки выиграть в этой партии здесь отдали мне качество просто то есть позиции думаю что уже конечно большим перевесом если опять не буду делать тактику как предыдущие партии то должно быть все в порядке наверное просто буду меняться буду менять все что можно дальше после шеф наверное сыграю как-нибудь типа ферзь с 8 может быть же 6 даже есть ход тут кстати не бьет пешку не знаю почему я сам заберу так и теперь точно же 6 открываю ферзя и не пускай его на и в 5 на и 4 правда у него есть ход ну там перзи 5 сыграю например это еще полезный будет ход кровь бы 8 ну да он так и сыграл кстати конь е4 сыграл ферзи 5 тогда на шах просто уйду на б8 ну если кони в 6 разные здесь ходы хорошие ходы в смысле ладно сыграю ладей в 8 там правда ферзь ш4 немножко неприятный ход на ладей в 7 все-таки с ней нет ладей в 8 не очень хорошо и надо ускориться минута осталось пора ускоряться так допустим ушел пока после размен на ферзи не уже гораздо легче будет если он правда не будет менять то тоже будет нормально ничего страшного сейчас взять я заберу даже ферзем если он не берет тогда залезу сюда сейчас по сути вынуждаю размен ферзей ну кстати если он бьет бить может даже и пешкой можно а потом сыграть конь b4 с идеей конь d3 а если не бьет тогда подвисает ладья угрожает размен ферзей но возможно им нужно кстати уходить ладьёй вот возможно да уход ладьёй здесь более правильное решение но тогда просто так и все равно есть ход конь b4 мало что он дает конечно ладно аж 5 пока сыграю посмотрим как он уйдет на конь е3 наверное ладья е8 это правда ладья f3 есть ход это так сыграл но это это явно мне в пользу такой размен тихо не в 5 нужно было сыграть ну ладно уже так не сыграл неважно ладья f7 то вытесню юх постепенно в принципе готов даже эту пешку отдать то есть это 2 там сыграю конь f5 ничего страшного не будет почему это 2 кстати не сыграл не знаю я защищена что же было ну ладно не сыграла не сыграл ничего страшного не произошло опять же таки важно немножко ускориться и желательно поменять ладью в ближайшее время чтобы все-таки успел выиграть позиции вот так только главное здесь ничего не сделать сейчас он будет обязан уже менять ладьи ну а так просто он взевает тоже помогает мне выиграть и так хотел сыграть конь е3 тут просто ускоряет процесс теперь уже конечно должен побеждать с лишним ферзем да зайдется соперник ну хорошо такая нервная партия немножко все-таки выиграл ее 2 у бонга просто выигрывать всех подряд я смотрю выиграл уже сколько там пять человек ну и судя по тому с кем он играет в следующем туре вернет в этом текущем туре он выиграет и здесь ну ладно это опять же таки не так важно первое место уже точно не возьму но здесь эти соперник достаточно сильные смотрю с рейтингом 2000 в блиц да не в классику 2000 ладно сыграю давайте уже обычный вариант без берсерка потому что берсерк там всегда нервная концовочка ну либо быстрый проигрыш как вариант то есть нет никаких нервов быстро поиграл пошел в следующий тур вот ну просто проигрывать не очень хочется поэтому давайте сыграю обычный вариант здесь просто важно успеть закончить партию до того как закончится это вот все время то есть если я закончу партию после 9 23 получается то тогда соответственно уже эта партия не войдет в общий засчет ну учитывая что у нас всего на двоих там чуть больше 9 минут думаю что мы успеем сыграть эту партию в принципе должны успеть вот это кстати землю отлично хоть не берсерк играю это хорошо но такие пешки постоянно занимаются фишеры сам часто ловил соперника на этом час меня поймали ладно пешка это не ферзь как первой партии играть можно сейчас мне как тогда в рокировку идет как он сейчас ушел мне точно также нужно сделать только пока это не получается то что сильно стал развитие досокать надо же 4 или избавиться от связки или вынудить его побить тогда с тем ферзи 4 потом мне останется сыграть стоны в 4 например и уйти в рокировку хотя там слон 4 где-то еще перспектива будет ход но опять же там уже буду думать в любом случае здесь нужно как-то избавиться от этой связки неприятной конечно есть еще вариант какой-то где-то разменять ферзей но все-таки обеспешки менять ферзей тут ну такое решение сомнительное я бы сказал то есть допустим где-то ход типа ферзи 2 либо ферзи 2 есть так ну хорошо он здесь пытается сразу мне наказать за отставание в развитии себе имеет право что сыграю просто слон d2 и после взятия там наверно придется уйти в рокировку оставаться без нескольких пешек но что делать тут развитие важнее хотя конечно много пешек я теряю здесь много пешек я теряю ну что сделать опять же таки сам виноват пешку на что зачем-то отдал с белыми не уравнял что называется там стать еще пешка на 2 теряется в конце варианта то есть после смены стричи пешка на 2 теряется хотя стоп теряется конь на е8 него подвисает пока то сейчас еще это не замечу тоже то сайте все видит молодец почему я все это не вижу непонятно так ну хорошо хорошо шел пока перзем менялись все таки ну и дальше надо сыграть как-то типа король c1 в идеале еще король b1 убрать короля подальше но пока пойду конь d3 владея d8 версия не ферзь король c1 сыграю кроль c1 и уйду из-под связки конь b5 да есть такой у него ход его недооценил немножко видимо возможно вот они самый опасный хорошо сыграю пока ферзь f6 правда есть ход ладья d8 зачем я сыграл ферзь f6 непонятно видимо чтобы сразу проиграть да ужасно эту партию провожу просто почему не сыграть уже в конце концов ферзь там c2 или ферзь d2 поменять ферзей сейчас какая-то надо 8 вообще не понимаю да отличная игра просто великолепно и меня тут перекрут просто по всем статьям причем человек с рейтингом 1700 близ уровень стал первого разряда не раскатывает просто без шанса что делать ферзь f7 владея d3 король c1 ферзь d2 король b1 вроде сразу мата нет ну радость так себе конечно но хорошо коня все равно уже теряю ладно сыграл так че с шахом теряю коня ладно бы без шаха тогда бы ферзи 6 успел сыграть но здесь-то с шахом и слон у меня не играет уже пешка на f4 стояла тоже было бы как-то она получше с фигурой кроме ферзя стоит плохо у него атака и нижней кони ну ладно сейчас просто там не знакомь d4 видимо заканчивает игру ферзь d2 тоже наверное неплохо вверх едва сейчас можно сыграть тут в принципе как угодно можно сыграть может быть можно форсированно выиграть идти по кони c3 куня 3 нужно смотреть ну даже опять же таки это все необязательно тут все эти красоты просто конь d4 опять же по виду заканчивает игру вечно шаха там явно нет там король бежит на b6 но так он и сыграл да так он сыграл так хорошо ну а три пока сыграли что еще делать не знаю на диабетре видимо вот если за черных находить ходы как-то не очень трудно как-то особых проблем в этом нет как ты вообще разводился в этой партии просто настолько плохо не знаю в первой партии даже так не играл сейчас форсировано просто мат получаю если король a1 там ладья а3 съел какую-нибудь б3 мат если так тоже ладья а3 кстати выигрывает на король a3 через b3 мат ладно пусть поставит он мат уже ну так тоже ничем не хуже кто же видимо выигрывает ну ладно хорошо сразу мат не поставил сейчас может просто съесть на нас остаться двумя лишними фигурами и самое главное что здесь кони все держит то есть вечного шаха нигде нет если стоит неплохо но один фиш ничего не сделает пытаюсь что-нибудь придумать здесь хотя ну хорошо сыграю пока так просто конь d8 можно пойти и все ну так тоже наверно можно ну идея какая на король b6 версии b4 шах сейчас такой d8 он сыграет наверное да да сыграл конь d8 шахи быстро закончились причем даже что самое главное нету идеи как поставить следующий шах довольно обидно ладно хорошо напал пока на коня сейчас видимо я буду играть стиле от этого соперника который у бонга тоже буду катать на флаг но что еще остается не знаю что здесь еще делать ну хорошо же 5 пока сыграл можно пойдет конь g5 с тем ферзя но он так не пойдет но это обидно немножко поставил на ловушку за всю партию мне не попался ну на самом деле игра уже лишена смысла всякого тут по большому счету уже про давно сдаваться не знаю чего не сдаюсь сейчас видимо после ферты 5 все таки сдамся вот но партия ужасная просто настолько плохо я давно не играл непонятно причем соперник уровня первого разряда опять же причем слабого первого разряда что самое главное я всем проигрываю ну мне как всем не проигрываю ну еще осталось меньше двух минут в турнире то есть принципе возможно еще соперник у меня появится хотя скорее всего здесь наверное уже соперника нового не будет так что принципе думаю что можно заканчивать уже запись если вдруг соперник уже и появится тогда запишу видео а кстати вот я уже увидел надпись то сразу не обратил внимание что уже новых пар не будет то есть уже пара закрыты в принципе это правильно потому что осталось уже меньше минуты понятно что партия за такое время не закончится вот поэтому же новых пар не будет соответственно и осталось примерно на том же месте где и сейчас но это не так важно опять же так я играл не ради места играл просто чтобы тренировать шахматы фишера потому что мы все таки люблю этот вид шахмат ну и действительно если вам такое интересно смотреть тогда может быть буду время-тременье записывать турниры допустим тире шахматы фишера и например есть турниры на лече с обычная в соответственно классические шахматы там контроль есть и три минуты и пять минут но меньше трех минут конечно же записывать я не буду по три минуты в принципе как-нибудь тоже можно записать если в это время я в общем-то и буду свободен и буду в настроении записывать все это дело ну что ж надеюсь что вам это видео в принципе понравилось ну игра наверно стреляла жевать лучшего но это уже такое дело следующий раз думаю что в общем-то качество игры вот растет ну что ж спасибо всем за внимание тогда ну и до скорых встреч уже в новых видеороликах всем пока